Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем свою работу. Вечер на седьмом, студия прямого эфира. Говорят, что Советский Союз в свое время трижды, как минимум трижды, пытался стать членом Североатлантического Альянса. Первый раз такая попытка произошла в 1953 году, еще при жизни Иосифа Сталина. Тогда западные партнеры по антигитлеровской коалиции не решились на такой шаг. Буквально в марте 1954 Никита Хрущев повторяет просьбу СССР о вступлении в НАТО. Снова не сложилось. И тогда был создан Варшавский договор. Ну и злые языки говорят, по крайней мере, тот же голос Америки, который, на мой взгляд, слушал минимум треть населения Советского Союза, пытались ловить эту волну. В 1983 году якобы генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов тоже был согласен обсудить эту тему, дабы Советский Союз стал членом НАТО. Вступление Украины в НАТО. Мы живем в наших реалиях. Насколько это важно, насколько это интересно, мы узнаем и с вашей помощью в том числе. Интерактивный опрос. Вступление Украины в НАТО – это гарантия нашей военной безопасности, это укрепление политической независимости или это инвестиционная привлекательность отечественной оборонки? Давайте об этом поговорим. Голосуйте, интерактивно на ваших экранах. Анна Шелевич, член правления Совета по внешней политике «Украинская призма», гость нашей программы. Анна, здравствуйте. Я надеюсь, что в телефонном режиме к нам еще присоединятся спикеры из столицы, которые тоже, как говорят, в теме. Ну, давайте вот задам первый вопрос того, с чего он начал. Действительно ли вот такие просьбы Советского Союза о вступлении в НАТО – это не мифология историческая, а это то, что хоть чуть-чуть, но соответствует действительности? Ну, 83-й год – это явно мифология, потому что это был один из самых напряженных годов во взаимоотношениях Советского Союза. Еще и Афганистан, и там, кстати, очень тяжелые бои шли в это время. Это как раз, это не только Афганистан, это и начало новых звездных войн, это и заявление о том, что Советский Союз – место на свалке истории и так далее, и так далее. То есть, 83-й – сбитие, опять же, корейского авиалайнера. Поэтому 83-й год, конечно же, очень трудно это представить для себя. Что касается более раннего периода, то 53-й, 54-й год, о которых вы говорили, это как раз вопрос, когда стоял о вступлении Западной Германии в Альянс, так называемое первое расширение фактически Североатлантического договора, и на тот момент действительно пытались найти какие-то возможности. Это еще не был период такой вот открытой холодной войны. Это еще были вопросы, когда пытались найти какие-то возможные пути взаимодействия. Я не верю, что это были настоящие, скажем так, настоящие желания. Другой вопрос, что я бы сравнила, наверное, это с тем, когда Советский Союз предложил, чтобы все республики Советского Союза стали членами ООН. То есть, это был определенный торг, потому что позиция Советского Союза на тот момент была, что Германия, ни западная, ни восточная, никогда не должна войти в состав НАТО. Тем не менее, решение было принято, естественным ответом стало на тот момент, естественным, создание Варшавского договора, который, если говорить откровенно, никогда не мог сравниться по своей идее в первую очередь. Потому что ведь НАТО это не только коллективная безопасность, это намного больше. Это не только агрессивный блок, да, то, чему нас учили на протяжении всех этих лет. Да, вот главная проблема в том, что нас учили в этих двух словах сразу две проблемы. Первый — агрессивный, чтобы всегда относились к НАТО сугубо как к той организации, которая не просто вероятная и противная, а которая первая нападет, потому что противник не обязательно первый должен нападать. А когда мы говорим об агрессивном, мы имеем в виду, что мы ожидаем агрессию с той стороны. Второе — это то, что блок. Блок — это что-то, что не изменяется, не живой организм. Да, это не организация, которая может эволюционировать. А НАТО за всю свою историю показало, что они готовы изменяться, готовы эволюционироваться, готовы развиваться. И что уже к 80-х мы не могли говорить об этой организации сугубо как о военном блоке. Скажите, на ваш взгляд, те скелеты, которые, та мифология в том числе, которая осталась со времен Советского Союза, я тут вспоминал еще времена правления Сталина, потом Хрущева, почивших в Бозе и, понятно, Андропова, они сегодня каким-то образом, через столько лет, когда уже независимая Украина прошагала, так или иначе, но прошагала, выставила 25 лет, вот эти скелеты, они влияют сегодня на внешнюю политику Украины, на какие-то внутренние проблемы, в том числе и в вопросе НАТО. И готова ли Украина сегодня, на ваш взгляд, не только к диалогу, диалог-то есть уже давно, а к тому, что мы называем вступление в Североатлантический Альянс. Но для начала, вы пока будете обдумывать ответ, я знаю, что он у вас, конечно же, есть. Давайте вместе с вами, с телезрителями послушаем, что одесситы знают, и гости нашего города о НАТО, и как они его называют, и что предполагают. Я думаю, довольно интересный материал. Спасибо нашим журналистам. Смотрим. Государства, которые в целях безопасности договариваются о безопасности стран, которые не могут содержать свою армию, свои оборонные, дорогие средства, им не по силам, не объединяются в НАТО. Военная организация, военный блок. Организация военная. Коллективная оборона. Все Европы и Америка входят, платят деньги и организовывают союз для того, чтобы защищать свое государство. Мощная мировая система, которая следит за безопасностью в мире. Это сильный орган, очень сильный, у которого везде есть свои корни. Североатлантический альянс. Для чего создавали? Для того, чтобы противостоять Советскому Союзу и государству, которые были в социалистическом лагере. Так? Так. И все. Они остались, а мы рассыпались. Организатор Америка, Соединенные Штаты Америки. И в нее входят и воропейские ряд европейских стран. Какие-то оборонные союзы. Ну, чем зарабатывают там люди? Идут наемники? Ну, это оборонный союз. Вы знаете, вот эти ответы одесситов и гостей нашего города меня порадовали. Мы с Анной, я обращаюсь с телезрителями, обсуждали, что еще 5-10 лет назад, ну, мы услышали бы такие высказывания, ну, и где-то со времен Холодной войны и времен Советского Союза. С нами на связи Наталья Немелевська, директор Центра информации и документации НАТО в Украине. Витаем вас, паня Наталья. До вас буквально единственное вопрос. Таня, озвучьте оппозицию. А что же НАТО очікует от Украины? Добрый вечер, коллега, добрый вечер, студия, добрый вечер, Одесса. Я буквально маю 4 пункти, которые я бы хотела проголосить и проговорить. И начну, я думаю, в первую очередь, выокремлением одними из важливейших тез. Самое то, что евро-алентическая интеграция начинается на самом деле дома, в Украине, с успехов внутреннеукраинских реформ. И это именно такой локомотив, который и поселит партнерство и сближение Украины с НАТО. Надежный партнер, который, обычно, говорит о сообществе НАТО, то есть это демократия, верховенство права, экономическая свободы и так далее. Это именно эти ценности, эти тезы и тенеты, на которых построена эта организация. И также нужно обратить внимание и понимать, что 22 страны Евросоюза также как страны-члены НАТО, и эти страны очень много внимания на системные и безповоротные реформы в всех сахах украинского жизни. Так что, на мою думку и думку нашей организации, успешная реформована Украина – это запорука побеглибных отношений с НАТО. Потому что НАТО – это не только военная организация, а военно-политический альянс, который, в первую очередь, объединяет общие ценности. Это и первая теза. Стосовно того, что еще может Украина сделать вместе с НАТО, я думаю, что важно также понимать, что все эти реформы нужно и доносить до широкого загала. Все эти реформы в Украине должны быть донесены до внешнего мира. И нужно намного больше прикладывать усилий именно в коммуникационной сфере. Потому что если будут лучше построены и синхронизированы государственные коммуникации, это поможет странам-членам понять эти процессы, которые происходят в Украине. И, безусловно, поддерживать доверие и поддержки Украины НАТО и ее членами. Я хотела также добавить, что Украина имеет очень уникальный инструмент с НАТО, так называемая карта партнерства в сфере связи с коммуникацией, которая именно нацелена на посиление, способности Украины, чтобы она более эффективно коммуникуровала с собственными гражданами и с внешним святом. А это насампереды требует тесную взаимодействию органов государственной влады. Это нужно также понимать. Далее, конечно, Украина должна продолжать процесс реформирования сектора безопасности и обороны сгідно с стандартами НАТО, брать участие в университетах и операциях под проводом НАТО. И Украина на этом правильном шлахе. И нужно только посилить и подшвечить этот процесс. И, наконец, я думаю, что я бы хотела завершить тем, что Украина может сосредоточиться на развитии своего уникального профиля, как страна. Что я имею в виду, что Украина должна повышать свой опыт гибридной войны. Вже створена общая платформа между Украиной и НАТО для изучения опыт гибридной войны. И это уже великое достигнение. Это трагичный опыт Украины, который важен не только для Украины, но и для НАТО, но и для членов. Сейчас эта платформа наполняется смыслом, конкретными инициативами и проектами. И это уже, я думаю, великое достигнение. Это моё видение. Дуже вам дякую за этот комментарий. Я напомню нашим телезрителям, что с нами на телефонной связи из столицы Украины была Наталья Немелівська, директор Центра информации и документации НАТО в Украине. То есть у нас сегодня официально главный НАТО. Ну, почти. А она не главный, потому что есть Александр Винняк. Я понимаю, да. Так для людей, чтобы было немного понятно. Анечка, вы услышали то, что сказала Наталья. Мы не будем повторять, да, потому что тезисы довольно-таки известны. Вот предыдущий мой вопрос о мифологии, о том, что может сегодня влиять на отношения Украины и НАТО. Потому что и голова Верховной Рады Порубии, и президент Украины говорят, и в том числе многие эксперты. И есть чаяние людей. Мы послушали сегодня ответы. Дальше ещё будет, да. Что необходимы гарантии безопасности мировые, в том числе вполне вероятно, таким механизмам, как вступление в НАТО. Теперь вам уже слово. Спасибо. Ну, здесь действительно, во-первых, ваш вопрос в прошлое заканчивался тем, насколько Украина готова и действительно ставит это своей задачей. Украина на сегодняшний момент во всех стратегических документах, от концепции и стратегии национальной безопасности до военной доктрины, везде очень чётко прописала, во-первых, свою главную идею, что мы вступаем в НАТО. Во-вторых, что намного более важно для Украины, то, что мы реформируем свои вооружённые силы и вообще весь свой сектор безопасности согласно стандартам НАТО. И вот здесь надо очень чётко понимать, вот это как раз один из мифов, допустим, что если Украина вступит в НАТО, нам срочно надо будет начать закупать американские вооружения, там, британские обмундирования и так далее. Абсолютно нет. Украинский военно-промышленный комплекс может быть абсолютно конкурентоспособным, если он просто адаптируется к этим стандартам. Стандарты — это, грубо говоря, когда два танка, британские и французские, находятся на одном поле боя, то сигналы, которые они подают, оба, они поймут их одинаково. То есть система управления команды. Это система управления команды, это радиочастоты, это обозначения какие-то там абсолютно... То есть это скорее набор технических норм, которые абсолютно никто не мешает Украине. Более того, Украина замечательно их где может, постепенно внедряет и в реформе сектора безопасности. То есть они говорят о том, что украинских танкистов пересадят на там Абрамсы, да, с... Ни в коем случае, потому что сами страны НАТО, например, покупают бразильское вооружение. Та же Бельгия закупала бразильское вооружение. Но Бразилия явно не является членом НАТО и более того, туда не стремится. То есть это первый миф, что наш ВПК как бы разрушится, это абсолютно как бы невзаимосвязанные вещи. Более того, у Украины есть что предложить на рынке, в том числе и стран-членов НАТО, или совместные проекты, которые точно так же обсуждаются. Например, этой весной были подписаны соглашения между Украиной и Турцией, еще одним членом НАТО, именно в военно-технической сфере о совместных разработках. Вот один из примеров. Мне действительно было очень приятно послушать то, что говорили о десетах, потому что еще 10 лет назад я вспоминаю чудесный опрос Центра Разумкова, который задавал вопрос, хотите ли вы, чтобы Украина вступила в НАТО? Ну, там было нет, причем категорическое. Следующий вопрос был, хотите ли вы, чтобы Украина участвовала в евроатлантических структурах безопасности? Ну, другой не существует, как бы. Ответ был да. То есть люди даже очень часто не осознавали аббревиатура и расшифровка данной организации или вообще сути. Более того, что мне понравилось, очень многие использовали именно слово «оборонный союз». НАТО самими членами воспринимается в первую очередь именно как «оборонный союз», что в случае необходимости все государства будут готовы стать на защиту. Вот тот самый принцип «один за всех и все за одного», который мы много лет назад учитали у Дима, фактически он является краеугольным камнем самой НАТО. И в этом случае очень важен тот момент, как раз еще один миф. Всегда говорили о том, что США доминирует в НАТО. И я думаю, что истории, особенно последних 15 лет, очень серьезно показались, что США далеко не доминирует в НАТО. Саммит 2008 года, когда Украина и Грузия не получили план действий по членству, заблокирован был, как раз США очень хотели, Франция и Германия. Если мы говорим об иракской кампании 2003 года, опять же, США хотела, чтобы Европа присоединилась. Очень четко Германия и Франция, опять же, отказались от этого. И таких примеров очень много, которые говорят о том, что... Кстати, тогда в составе войск коалиции в Ираке действовали и наши украинские военные. Но мы были под польским командованием и мандатом ООН. То есть в данной ситуации мы разъединяли. Но украинцы очень активно участвовали в миротворческих операциях НАТО. С 1992 года ни одной миротворческой операции в мире мы не пропустили. Мы не пропустили. Балканы, в первую очередь, где украинские военные... Кстати, одесский военный округ первый, кто направил украинских миротворцев в 1992 году. Тогда на Балканы. Потом он был активно как раз в Ираке. Была даже так называемая одесская бригада, как я помню. Седьмая одесская бригада, совершенно верно. Сейчас в Афганистане. Для нас это болезненная тема. До сих пор существует афганский синдром, поэтому Украина туда не направляла большой контингент, в отличие от Грузии, например. Но, тем не менее, около 10 наших военных медиков, офицеров штаба присутствуют там. Более того, вот что очень интересно, в Ираке, уже после вывода большого контингента, который был, находилось 50 наших военных в рамках тренировочной миссии НАТО. То есть, натовские офицеры, признавая опыт украинских военных, которые там уже пробыли, пригласили их стать частью тренировочной миссии для того, чтобы готовить иракских уже военнослужащих. Я думаю, что это очень серьезное признание того потенциала, как бы не только, что НАТО может дать Украине, а что и Украина готова очень многое давать этой организации. Кстати, когда президент Украины выступал в очередной раз в Верховной Раде, буквально недавно, он и говорил, прежде всего, то, о чем сейчас мы общались и говорили с вами. Это инвестиционная привлекательность нашей оборонки. Я сейчас наблюдаю, как голосуют наши телезрители по интерактиву. 50% говорят о том, что вступление Украины в НАТО – это, прежде всего, инвестиционная привлекательность оборонки. Президент Украины в подтверждение наших слов сейчас озвучит стратегическую цель нашей страны – вступление в НАТО. Мы вышли на беспрецедентный и, как никогда, тесный уровень співпрации с Краинами-Альянсами, которые будем дальше подвищивать, поширивать, поглибливать до полного достижения критериев членства. Нашей стратегической целью остается вступление до НАТО. Сказал, как отрезал. Перед этим чуть больше президент говорил, но эти тезисы Анна Шелест уже сказала. Сегодня в НАТО, как и на европространстве, существуют определенные проблемы. Мы о них знаем. Прежде всего, политические какие-то движения. Сейчас мы готовим включение со вторым спикером. На ваш взгляд, вот Альянс сегодня выглядит более сильной структурой именно внутри, чем тот же Евросоюз? На много. Вы знаете, это действительно очень четко прослеживается, хотя большинство стран у нас пересекается. Но, тем не менее, в НАТО в отношении тех угроз и необходимости реформирования и адаптации к тем угрозам, которые сегодня есть, в НАТО намного большее единство. Конечно, продолжаются споры о том, как реформировать. Каждое государство это может видеть по-разному. Продолжаются споры, надо ли выделять именно 2% на оборону из-за национального бюджета. Только 4 государства НАТО выделяют такие средства. Польша, Греция, Эстония и Великобритания. Абсолютно верно. Но иногда, как бы, вот эти 2%, мне кажется, они слишком абсолютизируются. Потому что 2% от ВВП Германии, это немножечко не то же самое, что 2% от... Или у нас есть сильная армия, боеспособная, с современными вооружениями. Естественно, она не считает, что ей необходимо 2%, допустим, на свою оборону. Хотя украинский кризис показал для очень многих из этих государств необходимость больше инвестировать, что они недовкладывали, скажем так, что не все родовойск оказались готовыми, что в первую очередь психологически и морально оказались не готовы, что новый кризис может быть в Европе. У нас есть очередной спикер на связи, снова столица Украины, город Киев, Вадим Трюхан, глава Европейского руха Украины. Пане Вадиме, вітаю вас в Одесский студии, в прямом эфире. Мы обговорюем тему членства Украины в НАТО, взаимовідносин, диалогу. И сегодня интерактивное опитывание звучит таким чином. Вступ Украины до НАТО – это гарантия нашей военно-безпеки, изменение политической независимости или инвестиционной привлекательности российской оборонки. И 50% наших глядачей говорят, что инвестиции – это тоже главное, это тоже очень важно. За что проголосовали вы? За военно-безпеку, политическую независимость или инвестиции? Доброго вечера, пане Сергею. Доброго вечера всем, кто нас смотрит и слушает. Знаете, я бы проголосовал, если бы была такая возможность, за обидкие опции. Потому что, если государство стает частью европейской общественности, если государство имеет глубокий уровень интеграции с НАТО, а тем больше, если она стает членом этого общественного союза, альянса, то тогда у нее набагато больше шансов на то, что инвесторы будут вкладывать деньги в ее экономику, приходят открывать свои бизнесы. Потому что это означает, что государство стает больше защищенной, что в ней европейские ценности не просто какие-то пустины звука, а они поважаются и проводятся в жизни, нормы и стандарты Европейского союза европейской спільноты. Так что это два вопроса взаимоповязанных. И на ваш взгляд, мы говорили с паней Натальей Немилівськой, она сказала, что евроатлантическая платформа в Украине уже начинает наповнюваться большим змейстом. Ваша точка зору, когда этот змейст уже надасть какие-то конкретные механизмы, в том числе и членство Украины в НАТО? На мою думку, работа еще не початый край. Вопросы формирования стабильной такой европейской позиции Украины. На самом деле необходимо достигнуть ключевого, а именно сообщества, усилий влады, то есть государства, и государственного общества, то есть украинского общества. Если через синергию, усилий громадянского общества и государства мы будем все-таки ставить более амбитные цели, то тогда мы всерьез сможем говорить, первое за все, про отримание плану действий что до членства Украины в НАТО уже ближчим часом в перспективе 2-4 роки, и потом в середнестроковой перспективе 5-7 роков про набуття членства в НАТО. Но на мою думку, на данный момент ни держава, ни громадянское общество еще не включилися на повну в питание как раз пришвидшения интеграции Украины Будем упрацевывать, в том числе и разом. Дуже вам дякую, напомню нашим телезрителям, что с нами на телефонной связи в прямом эфире был Вадим Трюхан, руководитель европейского руха Украины. Анна, давайте посмотрим, как одесситы отвечают на вопрос, нужен ли Украине оборонный союз с иностранными государствами, и почему, и потом услышим ваш комментарий и выйдем на финал. Хотя тему НАТО, мне кажется, но ее можно поднимать каждый день в прямом эфире. Так оно и будет. Итак, слушаем. Думаю, нет. Почему? Сами справимся. Наверное, нужен, потому что мы маленькие, нас обижают. Либо самим надо очень хорошо защищаться, либо с кем-то дружить, который большой и сильный. Славянское содружество, да, но никак не с НАТО. Знаете, есть такая Швейцария. Вот я там был. Чудесные люди живут, без всяких оборонных союзов, без Евросоюза, без союза с Россией. И сами по себе. Вот когда мы будем сами по себе, тогда будет все в порядке. Я думаю, да. Семером и батька легко бить. Наверное, да. Почему? Ну, я еще ни разу не видел, чтобы НАТО свои страны бомбило. Надо от кого-то обороняться. Даже если бы не было от кого обороняться, для себя все равно надо. Если мы будем профугивать дальше средства, выделенные из бюджета, то да. А если будут средства оставаться в нашей стране, то мы сами способны обеспечить себе оборону внешнего агрессора. Смысл, допустим, искать союзников, если сами мы ничего не можем предоставить в ответ, правильно? Развоили ли армию своими же силами, да, теперь просим помощь в иностранных государствах. Ну, вот такой спектр мнений есть, что действительно послушать и прокомментировать. Очень кратко. Есть, что прокомментировать. Есть и здравые мысли среди того, что было сказано. Ну, во-первых, к счастью, мы уже говорили, украинцы... А есть стереотипы, они тоже прозвучали. Стереотипы замечательные прозвучали. А пункт первый, Украина, если она становится членом НАТО, она ничего не просит у НАТО. Украина становится равноправным членом этого союза. И Украина может как дать, так и получить. Во-вторых, это показало очень большую проблему, которая сегодня существует. У нас, несмотря на то, что с 2003 года принимались законы об информировании населения в вопросах евроатлантической интеграции, никогда ни разу ничего не было сделано. Сейчас у нас появился, наконец-то, вице-премьер по вопросам европейской евроатлантической интеграции. Иванка Клымпуш-Цинцадзе, замечательный специалист, который очень много делает. И я знаю, что ее офисом запущен процесс нового, скажем так, во-первых, нового и законодательства, которая станет, скажем так, в основу действий по информированию населения. Это станет очень важным для того, чтобы разрушить часть стереотипов, во-первых, а во-вторых, просто дать информацию. Потому что никто не говорит, неважно, мы слабые или сильные. Есть понятие смарт-дефенс, например, говорящие о том, что у нас лучше, там, не знаю, самолеты, у вас лучше танки. Но вы находитесь на берегу моря, поэтому вы нас сможете охранять, как бы, с этой стороны. Это говорит о том, насколько мы сможем использовать потенциал наилучшим образом. Во-вторых, как показывает практика, что государства, которые объединяются в военные союзы, тратят на свою оборону намного меньше средств, в первую очередь. Третье, это разработки, что сейчас уже НАТО подключает Украину и выделяет громадные деньги на научно-технические разработки. Не только в сфере обороны, но и сопутствующие. Плюс, давайте говорить откровенно, НАТО это не только возможность, скажем так, обороны в случае, если на вас нападают. Это лишь одна статья. Это абсолютно, это только одна статья. Это обмен опытом, это совместные учения. Образование, это медицина. Это медицина, это реабилитация, это то, чего в Украине, как бы, до сегодняшнего дня не было. Это разработки новых совместных вооружений тоже может быть. Более того, это и, скажем так, целый ряд других абсолютно демократических процессов, которые включаются, например, гарантия того, что главой Министерства обороны будет гражданская особа, то есть, что не будут узурпации власти военными. Нам это кажется где-то смешным на определенном этапе. Давайте посмотрим на Турцию в некоторые периоды, когда этот фактор играл достаточно значительную роль. Мы можем говорить о еще миллионе-миллионе вот таких вот мелких вещей, которые очень имеют большое значение для, в первую очередь, ощущения себя в безопасности. Ну и инвестиции в том числе, потому что инвестиции не только в оборонную сферу. Как показала практика Восточной Европы, что в первый же год после вступления в НАТО очень серьезно выросли инвестиции, потому что третьи страны моментально начали относиться абсолютно иначе к государству, которое было принято. Давайте посмотрим на итоги интерактива. Я говорю, что тема очень обширная, тем более, если действительно то сбудется, о чем мы говорили, прежде всего говорила Анна Шелест, информирование населения, вы все больше будете узнавать о НАТО. Итак, вступление Украины в НАТО это гарантия нашей военной безопасности. Об этом говорят 17%. Соответственно, 17% говорят об укреплении политической независимости. 66% для меня довольно показательные и интересные результаты. 66% сказали, что это инвестиционная привлекательность. Ну, 62% было в итоге. Инвестиционная привлекательность оборонки. Приваблый весь украинской мовы. Так, вот такие результаты. Говорим о НАТО и вместе с вами обсуждаем эту тему. Анна Шелест была гостью нашей программы. Спасибо огромное, до встречи. Спасибо вам. Не переключайтесь. Мы на седьмом. Редактор субтитров А.Семкин